Особое мнение на 101FM Вопросы уже есть, к ним чуть-чуть попозже обратимся Ну и напоминаю, что на нашем сайте эхокирова.ру Сегодня вечером вы сможете найти аудио-видеозапись нашей с Владимиром беседы А если повезет, то и расшифровку Если в нашей службе новостей найдутся ресурсы на то, чтобы нашу интересную беседу расшифровать Ну, давайте сразу к вопросам переходим Тем более, что первый вопрос от слушателя Николая Он, в общем-то, соотносится с моим первым вопросом Касается он концессионного соглашения по трубам, так называемым Тепловые сети На прошлой неделе депутаты городской думы приняли решение о том, что концессия в Кирове возможно Я так понимаю, что пока не говорится точно, кто будет концессионером Но все и так понимают Но все подразумевают, что это будет филиал, кировский филиал компании Т-Плюс То есть те организации, которые сейчас обслуживают наши теплосети Держат их в аренде, периодически ремонтируют И вот эти вот все прекрасные раскопки, которые до сих пор еще не убраны С летних времен, а это тоже вот работа Т-Плюс Ну, надеюсь, что она на благо горожан направленная Вот вопросов на самом деле несколько Первый вопрос Действительно ли нет у нас других желающих? Второй вопрос Выгодно или невыгодно это властям города и области Приход консессионера выгодно или невыгодно гражданам? Николай спрашивает Ваше отношение к решению по заключению договора концессии И есть ли альтернативное предложение по решению вопроса модернизации и замене существующих сетей? Вы, Анна, сформулировали три вопроса Я считаю, что главный, третий как раз Выгодно или невыгодно это гражданам То есть если жителям Кирова от концессии станет жить комфортнее, это хорошо А вот нам с вами надо разобраться Станет жить комфортнее жителям Кирова от концессии или нет? Давайте разберем, что есть Во-первых, у нас есть компания Т-Плюс, КТК, которая фактически является монополистом Но вот я не вижу ни одной другой компании, которая, используя сейчас муниципальные трубы Смогла бы тепло в дома кировчан поставлять Но очевидно, такой нет По крайней мере, чтобы масштабно закрыть большую часть города Кирова За исключением тех зон, где есть какие-то небольшие котельные Поэтому альтернативы КТК сейчас нет Чем думали те, кто КТК продавал в свое время? Вот большой-большой вопрос И откровенно говоря, за счет вот тех решений, которые были давным-давно реализованы Мы сейчас получаем ту проблему, о которой говорят все Ну вот сейчас есть в соцсетях сообщения о том, что у людей проблемы с отоплением До сих пор у нас ноябрь Киров с такими проблемами давно не сталкивался Если вообще когда-то сталкивался Поэтому, ну очевидно, что проблема с сетями, она назрела Никому не нравится, когда укладывают асфальт Потом этот асфальт убирают И это еще и наслаивается на то, что люди сидят без тепла и без горячей воды И, кстати, горячая вода это вообще как вид благоустройства Многие забыли, что это такое на период с мая и порой ноябрь Мне страшно себе представить, если честно У нас как-то в последние годы отключают ненадолго А тем не менее, люди, у которых воды нет, очень долго есть По крайней мере, среди моих знакомых Люди, у которых по три месяца летом не было горячей воды, точно есть Это вот даже недалеко ходя, знакомые Да, ну вот смотрите, как раз на заседании Гордумы Сергей Береснев, руководитель кировского филиала Т-Плюс Действительно, да, сказал, что сети наши в ужасном состоянии Там порядка 80% изношены Надо их менять Являясь арендатором муниципальных сетей Т-Плюс не может себе это позволить То есть они могут тратить на ремонт, как я понимаю По каким-то юридическим ограничениям Исключительно внутренние ограничения Сумму, равную сумме аренды Я об этом говорю Вот когда Т-Плюс стал частной организацией Ну вернее, когда КТК стал частной организацией У них определились какие-то правила внутренние Ну вот представьте, вы, например, арендуете квартиру В ней живете И решили сделать там ремонт Договариваетесь с собственником И собственник говорит Я это в счет аренды зачитывать не буду Да, вы, конечно, можете сколько-то денег потратить Чтобы вам жилось комфортно Но, наверное, гигантских сумм тратить не будете Потому что квартира не ваша Улучшения неотделимые Они тут останутся вне зависимости Не заберешь с собой Будете вы жить или нет Вот здесь такая же история КТК сети, как таковые, не нужны Потому что, ну, закончится срок аренды Неизвестно, что будет дальше Да, там, может быть, все-таки Какие-то модульные котельные Которые будут обслуживать отдельные районы города Кирова Это то, к чему мы придем там через 10 лет, например И КТК, конечно, не хочет рисковать, как коммерческая организация При этом, вот, важно понять Да, я логику событий там пытаюсь определить Да, для себя, как КТК думает Но не значит, что я с ней согласен То есть, вот мы возвращаемся к вопросу За концессию я или против Концессия точно не лучший вариант для Кирова Но из существующих, на мой взгляд, единственно возможный То есть, да, плохой, но единственно возможный Потому что мы можем сейчас сети бросить в таком состоянии В котором они есть Но в следующем году не факт, что и к ноябрю Те люди, которые сейчас тепло получили Его получат в следующем уже году Ну, потому что с каждым годом трубы все хуже и хуже Да, а вот теперь, почему я не за Если, казалось бы, там, после концессии В ремонт будут деньги вкладывать концессионеры Потому что мы с вами в любом случае за эти трубы заплатим Не надо питать иллюзию, что если концессии не будет То тариф не повысится Тариф повысится В любом случае В любом случае, да Но проблема в том, что администрация города Кирова Вряд ли сможет вкладывать эти же самые деньги в сети То есть, да, необходимо Но у нас тогда, ну что там, условно говоря, по миллиарду в год нужно вкладывать Это те деньги, которые тратятся на дороге Давайте перестанем ремонтировать дороги Ну, например, да Будем ремонтировать трубы Будем ремонтировать трубы Потом их отремонтируем и сверху закатаем дорогами Но лет через пять Да, вот прям вот с языка сняли Альтернативы нет сейчас Как ни печально То есть, я точно не сторонник концессии Как и не сторонник приватизации Да, вот в свое время приватизировали Это, на мой взгляд, корень проблемы Когда сети ушли к частнику Вот уже тогда был заложен фундамент для концессии Честно говоря, странно, почему продали источник тепла И не продали проводник тепла То есть, продать ТЭЦ, но не продать трубы Да, тоже довольно странная история Может, покупатель не брал Это вот отдельный вопрос, да И может, поэтому покупатель сейчас трубы и не ремонтирует Здесь, я не знаю, есть ли рычаги у городской администрации Для того, чтобы на монополиста, подчеркиваю, монополиста повлиять Хотя, мне кажется, у нас борьба с монополиями в стране есть А повлиять на монополиста в смысле тарифов? Заставить ремонтировать трубы, конечно А как заставить ремонтировать трубы? Ну, знаете, вот очень часто слышу от ТПлюс информацию о том Что, в принципе, их деятельность по поставке тепла убыточна Точно так же постоянно мы слышим от управляющих компаний Что они работают в безумный какой-то минус Слушайте, ну, если вы работаете в такой гигантский минус Ну, уйдите с рынка, продайте актив кому-то, кто будет работать эффективно Нельзя генерировать убыток постоянно Ну, это против коммерческих основ, да То есть, если вы имеете цель получения прибыли А вместо этого генерируете убыток, надо отказываться от этого актива Этого не происходит Значит, вывод один Лукавят наши ресурсники Не все там так убыточно Или они альтруисты, может быть Они не альтруисты, точно Им не хочется просто тратить свои деньги на муниципальные сети Вот и все А хочется, чтобы деньги потратило население Ну, мы с вами, я еще раз говорю Мы в итоге это и сделаем Хорошо, в таком случае, все-таки, вот по вашим прогнозам Насколько примерно возможен рост, если мы говорим в процентах И есть ли какие-то механизмы ограничения вот этой верхней планки? Механизмы ограничения есть Есть так называемый предельный индекс роста цен на тарифы ЖКХ Но при этом есть возможность их преодолеть за счет там решений Да, например, решение городской думы Ну, то есть муниципалитет решит И если, опять же, и антимонопольщики, и РСТ с этим согласятся То можно тариф получить еще и выше, чем велит этот предельный индекс Предельный индекс, по-моему, 5,5%, вот где-то я видела Да, в районе этого Ну и, соответственно, там, то, что мы слышим сейчас Рост тарифов не будет превышать установленные индексы значения Но при этом вот четкой цифры, на сколько вырастет тариф Ну, можно же исчислить это, допустим, стоимостью гигакалорий тепла Этого не звучит нигде Поэтому остается только Ну, максимум сколько? С опасением ждать Максимум 7,5% я слышал такую цифру Хотя даже вот этой цифры, знаете, там, вот так, чтобы она была где-то прописана Я ни одного документа не видел То есть какой будет индекс установлен, мы тоже не знаем То есть Береснев как раз отсылает на индекс, который будет устанавливаться к 2019 году Какой он будет? Решит правительство Российской Федерации Ну, резать аппетиты ресурсников Или решит, что население еще может немножко потерпеть Вот загадка Покрестить, затянуть пояса Поэтому ждем, переживаем Владимир Костин, вице-спикер законодательного собрания Кировской области В нашей студии сделаем небольшой перерыв Через полминуты вернемся Особое мнение на 101FM Продолжаем выслушивать особое мнение Владимира Костина, вице-спикера ЗАГС Собрания Еще немножечко про концессию нашей теплосети Вы говорите, единственное обоснование Вот мы в паузе начали обсуждать Единственное обоснование того, зачем нужна концессия Это чтобы рост тарифа, инвестиционная составляющая, вернее, попала в тариф Чтобы положить инвестиции на население По большому счету да, чтобы было законное основание Включить в тариф инвестиционную составляющую То есть мы с вами заплатим за новые трубы Модернизации труб Безусловно И здесь стоит отметить, что рост тарифа уже был И те, кто внимательно следят за статистикой И знают, что Кировская область по росту тарифов В Российской Федерации на третьем месте По росту тарифов как раз на тепло Это как раз обусловлено тем, что уже закладывалась Инвестиционная составляющая в тариф Но у нас еще инвестора нет Именно поэтому, мне кажется, вот сейчас так важно Получить в этом году концессионера Концессионное соглашение И иметь возможность вот эти деньги уже аккумулировать То есть тариф-то по большому счету вырос Где деньги оседают сейчас так же у инвестора Но без инвест-программы Что еще хуже, согласитесь, чем иметь инвест-программу И высокий тариф Потому что непонятно, куда они прозрачно уходят Да, и честно говоря, вот опять же Почему молчит РСТ здесь, я не знаю Хотелось бы услышать их позицию Почему у нас так сильно вырос тариф Фактически там Ну пускай не за пределы вот этого индекса Но по крайней мере на грани Многие регионы не воспользовались Возможностью увеличить тариф настолько Мы воспользовались Ключевой вопрос, зачем? Надеюсь, нам на это ответят Как раз при втором этапе При окончательной подготовке Концессионного соглашения До конца года Губернатор распорядился, я так понимаю, подписать Насколько вот сейчас коллеги мои выяснили До конца ноября Т-плюс планирует Подать документы И я так понимаю, что Концессионное соглашение После того, как подадутся документы И будет там определенное количество Процедур пройдено Уже все Со следующего года, получается, мы будем жить уже При концессии Ключевое При каком тарифе будем жить При каком тарифе будем жить Абсолютно без разницы Среднестатистическому Жителю города Кирова Еще раз Коим я себя отношу Концессия Концессия Кто поставщик Хоть там, я не знаю На угле котельная работает Хоть там Педальный привод Вот абсолютно без разницы Если у меня дома тепло И я плачу за это Небольшие деньги Мне хорошо Как, собственно, любому другому Среднестатистическому кировчанину Если Я вдруг Не получаю тепло Или плачу за это много Мне некомфортно И вопрос там Концессии встает только В разрезе А что поменялось То есть вот что-то поменялось И у меня там вырос тариф Концессия Ага, значит из-за концессии То есть только поэтому Люди стали разбираться Понятно Ну что Будем ждать тогда получается Конца ноября Может быть даже декабря Когда будет ясность какая-то По деньгам Которые на нас переложат Затраты И январскую платежку Да За тепло Затраты наших Поставщиков тепла На модернизацию сетей Еще одна важная тема Тоже тема связанная С благоустройством Там отчасти благоустройством Улиц Которые вскрывают Периодически для ремонта Труп Речь идет о федеральной программе Формирование комфортной Городской среды На прошлой неделе В пятницу Завершился прием заявок От граждан От жителей города Кирова На ремонт дворов Было подано 52 заявки Самый активный Нововиадский район Ну то есть там такая процедура Достаточно любопытная Надо собрать Общее собрание Дизайн проект Двора подготовить Ну в общем люди Вкладывали в это свое время И силы И не успела значит Администрация города Отчитаться В 52 заявках Как упала новость Федеральная Со ссылкой на вице-премьера Правительства российского Виталия Мутко Который курирует регионы И Виталий Мутко Заявил о том Что в правительстве Рассматривается возможность Отменить предоставление денег На ремонт дворов Территории дворов Должны ремонтироваться Силами жителей А деньги надо направлять На другие вещи Общественные пространства Еще что-то Приводит он в пример Историю Когда есть отремонтированная территория Которая ведет разбитая дорога Вот такая вот Странная история До сих пор непонятно Будут ремонтировать у нас дворы В следующем году По программе Комфортная городская среда Не будут ремонтировать А к вам у меня вопрос Вот вы все-таки Поддерживаете эту позицию Что жители Являясь собственниками двора Должны ремонтировать его сами Или все-таки Вот надо как-то Подтягивать В том числе Бюджетные средства На ремонт дворов Да вы знаете Дело в том Что как раз Мы почему-то забываем Что бюджетные средства Это наши с вами средства И возвращаясь к концессии Когда вот я Смотрел в интернете Один из запросов Опрос звучат Варианты ответов Нужна концессия или нет Примерно следующие были Нет Заплатить должна Администрация И правительство области Нет Заплатить должен Концессионер И да Мы с вами должны заплатить За модернизацию сетей Бюджетные деньги Это наши с вами деньги То есть мы уже заплатили Мы уже заплатили Да Поэтому Не идет вопрос Не стоит вопрос о том За наши деньги делать это Или не за наши В любом случае за наши Но вот конкретно Мы должны сами скинуться Своим даром Или получить эти деньги Из бюджета Из общего так сказать Котла У меня на этот вопрос Ответ один Конечно Инициативные граждане Которые смогли Собрать общее собрание Которые Смогли подготовить Дизайн проект Должны получить Финансирование Из бюджета Тем более Об этом было заявлено Одно дело Когда мы на это Не рассчитывали И там Жили себе спокойно То же самое Может быть люди И делали Собирая деньги Самостоятельно А сейчас Об этом объявлено Глупо уже Назад отматывать Честно говоря По дворам Ведь у нас В марте этого года Проходило голосование В единый день Голосование Вернее Что это было Это были выборы президента Ну вот зачем Была эта показуха Если в итоге Деньги выделять Все равно не будут Ну непонятно Равно как и заявлять Какие-то партийные проекты Вот мы всегда слышим Когда вдруг В 2011 году Решили дороги массово В стране Отремонтировать Все мы слышали Проект какой партии Сразу же Это стало Ну вот Вот так Решили отменить Обоснуйте В бюджете денег нет Хорошо Ну в общем Я поняла Раз пообещали Сделайте Вот уж как В следующем году А в целом Вот все-таки Смотрите Есть ограниченная Сумма бюджетных денег Эти деньги можно потратить Либо на ремонт тротуаров Которым пользуется Большое количество людей Либо на ремонт Какого-то двора Которым пользуется Значительно Меньшее количество людей Вот эта сумма Она ограничена Она больше не станет По-вашему Все-таки Ремонт тротуара Или ремонт двора Вы знаете Конечно Если мы выбираем Если вот Ставить вопрос Или-или Если это деньги Не целевые А их можно там Распределить То конечно же Стоит Первостепенно Ремонтировать Места Большего пребывания Людей То есть это Какие-то Пешеходные зоны Это тротуары Общественные пространства Какие-то Не дворовые Да Хотя вот Во дворах Самая проблемная зона Это как раз Тротуары И проезжие части В том числе Но вот Тротуары Всегда у нас Ремонтировались По остаточному принципу Если по проезжей части Еще худо-бедно Как-то можно пробраться То по тротуарам С коляской Порой Совсем никак Поэтому Конечно же За общественные места Я выступаю Но при этом Анна подчеркиваю Если вдруг Мы говорим о том Что у нас в бюджете Деньги запланированы Потом отказываться От своих слов Нельзя Потому что Возникает резонный вопрос А мы их Куда перепланируем Уж не на Какие-то там Очередные Непонятные Присутствие Нашей страны Не пойми где Понятно Понятно В общем Пообещали Сделайте Владимир Костин В нашей студии Мы продолжаем Еще одна такая Важная тема Тоже связанная С бюджетными деньгами Это мы сейчас Переходим Просто к итогам Заседания Законодательного собрания Которое Состоялось На прошлой неделе Три было важных Там вопроса Это Лекарственное обеспечение Льготников Это Перспективы И судьба Киров Пассажир автотранса Предприятие Которое обеспечивает Транспортными перевозками Районы нашей области И в не очень хорошем Сейчас положении Находится И история С субсидированием Аэропорта Победилова Ну Аэропорт Победилова Последнее время Часто в новостях Мелькает Особенно там В связи с возвращением Победы Да Вы по льготному Обеспечению Лекарствами Высказывались Причем у вас Я так понимаю Что есть какие-то данные О том Что не получают люди Положенных им Препаратов Да Это данные Из обращений И Я не знаю Почему так Упорно Заместитель губернатора Господин Курдюмов Настаивает на том Что все препараты есть Я не знаю Вот Мы должны были Встретиться на прошлой неделе Дмитрий Александрович готов был Все эти обращения услышать Но его занятость Его командировки Встретиться не позволили Так Ввиду того Что вот мы как-то Недообсудили Я остаюсь При своих Тех позициях Которые были на комитете Собственно Когда мы обсуждали этот вопрос В среду Да У меня обращения Не прекратили поступать Более того Если по астматикам Вот буквально там На прошлой неделе Пришла информация Что препараты появились То есть Видимо Их закупили Спустя там Три месяца Некоторые три месяца Не могли получить То сейчас Есть обращения По онкологическим Заболеваниям Препаратов Нет То есть Льготники Когда говорят Препарата нет Да Они конечно же Ориентируются На врача И вот эти все Заявления Что Кто вы такие Вы не врачи Чтобы ставить диагнозы Да мы не претендуем Но есть люди Которые лекарства Всю жизнь получали А вот в определенный момент Какие-то возникли Перебои Мы можем сказать О каких именно Препаратах Идет речь То есть Вот их ценовая Скажем так Категория Люди могут Купить эти препараты На собственные деньги Потом как-то Возвещение получить Или там очень большие Люди На самом деле В нашей стране Как показывает практика Могут все И бабушка с пенсией 8 тысяч рублей Может 7 отдавать За квартплату Покупать лекарства Еще и как-то питаться Могут Но это препараты Которые И дороже тысячи И так далее Астматические препараты Для астматиков Про онкологию Как раз речь Там потому что Очень дорогие препараты Я рискну предположить Что опять же Люди наверное могут Но для этого Им придется перестать питаться И еще и занять У всех Кто даст Или можно опять же Бросить клич И добрые люди По 100 рублей Скинутся И вот мы как-то Будем опять кого-то лечить При том что у нас Самая лучшая медицина И она доступна всем Кроме прочего Есть опять же Сложности с тем Чтобы к врачу попасть Никуда эти проблемы Не делись Есть такие сложности Да Вы Киваете Потому что вы знаете И уверен что Все кто нас слушают Хотя бы не сами Но через своих знакомых Представляют что проблема Не ушла до конца И уверенность Дмитрия Александровича В том что у нас В здравоохранении Все в порядке Она вот не бьется С тем что Слышишь от людей Я сам Упаси Господь Не хожу В больницу Уже давно Но слава богу здоровье Пока позволяет Не потому что Вот знаете Там так не берегу А потому что Ну К терапевту Чтобы Через две недели попасть Или к пульмонологу Через месяц Да Ну Смысл Понятно Лучше потерпеть Лучше потерпеть Лучше не болеть Или куда-то в другое место Лучше не болеть С Дмитрием Александровичем Ваша встреча Все-таки запланирована Или нет Она состоится Не состоится Вы знаете Инициатором-то Дмитрий Александрович был Поэтому Я уверен Что он Вашу радиостанцию Слушает Или по крайней мере Тексты читает У нас с ТОП-диспансером Такая же была история Очень быстрая реакция Сразу же Прошла Не в плане Устранить То что там Плохо А в плане Сказать Да как вы можете Такое в эфир говорить Дмитрий Александрович Вполне может Меня увидеть Если хочет Объясниться И сказать Что я не прав Доказать действительно Всем тем У кого сложности С лекарствами Что они не правы Что лекарства есть Они просто Не туда ходят И не то просят Это сарказм В общем ждем мы конечно До реакции От зампреда Областного правительства Дмитрия Курдемова Сейчас у нас будет Двухминутная реклама После этого вернемся С Владимиром Костиным И продолжим Особое мнение На 101FM Владимир Костин Вице-спикер Законодательного собрания Области Руководитель фракции ЛДПР В нашей студии Напоминаем И продолжаем Программу Особое мнение О заседании Законодательного собрания Прошлой недели О его итогах Мы говорим Пассажирские перевозки В районах области Тема важная Мы ее поднимали В нашей студии Неоднократно В том числе С участием Представителей Киров Пассажир автотранса Я так понимаю Проблемы на самом деле Две То есть Первое Это Плачевное состояние В некотором смысле Самого Предприятия Государственного Которое занимается Перевозками И вторая проблема Это нелегальные перевозчики Которые Отнимают хлеб Так скажем У государственного предприятия Во-первых А во-вторых Не обеспечивают На должном уровне Безопасность пассажиров Киров Пассажир автотранс В четверг Я так понимаю Перед депутатами Отчитывался О результатах своей работы В среду на комитете В среду на комитете Да Отчитывался И Собственно говоря Те кто Изучал проблему И так знают Что предприятие Находится В очень сложном Положении Не буду говорить Предбанкротном Хотя Положение Действительно Очень сложное Вот сейчас Деятельность предприятия Она Убыточная И честно говоря Она планово убыточная То есть При нынешней ситуации При том Пассажиропотоке Который есть При том Километраже Который Предприятие Обслуживает Выполняя рейсы Быть прибыльным Просто невозможно И как ни странно Вывести предприятие Из этой ситуации Помогло бы Снижение стоимости Проезда И субсидирование Выпадающих доходов То есть Вот такой механизм Он бы предприятие Спас Но Как обычно У нас В бюджете Нет денег На эти цели Хотя Вот если посмотреть Мы на ЖД перевозки Более 100 миллионов Порядка По-моему 130 миллионов В год выделяем На льготников На льготников Да, конечно И Всего ЖД Транспорт Обслуживает У нас 13% Всех перевозок Я не говорю уже Про аэропорт Победилово Вы про него вспоминали Там тоже деньги По-моему 52 миллиона В этом году Или 53 Да И здесь ведь речь Не только про Киров Пассажир Автотранс У нас Районные предприятия Районные ТП Обслуживают Перевозки Внутри районов Как правило Это неприбыльные Убыточные перевозки Когда несколько человек Едет С большим Плечом Перевозки Очевидно Что там Зарабатывать нельзя Все на субсидиях Где местные Районные бюджеты Могут себе позволить Субсидировать Вот эти перевозки Предприятия Еще худо-бедно Живут Где нет Предприятия Позакрывались И таких районов У нас все больше И больше Поэтому мы Обозначаем Вот сейчас Правительству Что если мы хотим Чтобы Муниципальные Внутрирайонные Перевозки Сохранились Нужно деньги Вкладывать в отрасль И механизмы Там есть Вот Если уж вы Коснулись КПАТа Киров Пассажир Автотранса Предприятие Платит Порядка 90 миллионов Рублей Налогов При этом Просит Субсидировать Деятельность Помочь В конце концов В каком размере В конце концов Вложиться На самом деле Минимальные цифры Звучат 40 миллионов То есть это меньше Чем Меньше чем Половина заплаченных Налогов Если предположить Что завтра КПАТ упадет И не встанет И не заплатит 90 миллионов Бюджет потеряет 90 миллионов налогов Что лучше Помочь сейчас Или недополучить потом Я не говорю Про социальную составляющую Я не говорю Про тех людей Которые привыкли Ездить Из своего Населенного Пункта В Киров Или внутри Района Добираться До районного центра Мы ведь опять же Вспоминаем И здравоохранение Если у нас Сейчас идет Укрупнение Если центром Стала районная больница Мы сейчас За скобки выносим Возможность В нее попасть Прием специалистов Я имею ввиду Но если ты туда Попасть не можешь Только потому что Транспорт туда не ходит А на такси Доехать тебе дорого Ну О каком качестве жизни О какой комфортной Среде мы можем говорить Здесь уж Анна Что называется Не до тротуаров Когда вот так Вопрос стоит То очевидно Что нужно Целую отрасль спасать На самом деле Когда живешь в Кирове Да С трудом себе Можешь представить Что происходит А там действительно Не до тротуаров Там точно Не до тротуаров Плюсом ко всему Ну вот я уже сказал Сами перевозки Их доступность Почему сейчас Предложение Снизить стоимость Проезда Потому что Для многих Даже та невысокая цена В сравнении с такси Проезда На общественном транспорте Высока Для того Чтобы пользоваться Общественным транспортом То есть Людям удобнее Просто скинуться Втроем Вчетвером Вызвать такси И уехать В конце концов Лишний раз Не ехать Ага Отложить Как-то подкопить Свои дела И съездить там Не раз в месяц А раз в два месяца И с одной стороны Это экономит Человеку бюджет С другой стороны Там негативно Сказывается на И качестве перевозок Потому что Ну еще раз Предприятия становятся Убыточными С другой стороны Здесь в первую очередь Конечно мы должны Руководствоваться Интересами жителей людей Не предприятий Но интересы жителей людей В том чтобы Рейсы выполнялись В том чтобы предприятие Работало Да Постоянно Без накладок Ну Мы все понимаем Я правильно понимаю Что пока окончательное решение По возможности Субсидирование И сумме Оно не принято Пока Окончательно не принят Бюджет Решение не принято Но насколько я знаю Сейчас Нет В планах Поддержки Субсидирования Автоперевозчиков Пассажирских Вообще На следующий год Только в рамках Выпадающих доходов А вот По спасению Предприятий Таких планов Насколько я знаю Нет И мы ведь опять Можем посмотреть На Кировского Перевозчика У нас есть Так сказать Перевозчик Который работает В районах И есть перевозчики Которые работают В городе Кирове Здесь Это очевидно Куда больше Пассажиропоток Очевидно Что здесь Куда меньше расстояние Рентабельность Перевозок выше Но Мы опять Упускаем Возможность Таким образом Подготовить Распределение Маршрутов Между Перевозчиками Чтобы Обслуживая Сверхприбыльные Маршруты Перевозчик еще и Обслуживал Менее прибыльные Маршруты На мой взгляд Это вот Правильное решение И условно Если бы КПАТ Или Кировское Городское предприятие АТП Помимо нагрузки Получало Еще и Какой-то Пряник В виде Сверхприбыльного Рентабельного Маршрута Вряд ли бы Они сейчас Поднимали вопрос О том Чтобы Просить Какие-то Субсидии Ну понятно Где-то в одном месте Зарабатываешь деньги Перекидываешь туда Где нерентабельно Владимир Костин В нашей студии Я напоминаю Еще у нас Несколько вопросов Ну давайте Вопрос от Ивана Зададим с нашего сайта Он мне очень нравится Вы бы хотели Занять место Владимира Быкова Спикера Законодательного собрания Спрашивает вас Иван Как вам с ним Работается Ну вы Заместитель Владимира Быкова Но я так понимаю Что в Заксобрании Немножко по-другому Устроено Как там Фирма какой-то То есть вы не подчиняетесь Или подчиняетесь Формально Конечно же Замы подчиняются Председателю Другое дело Что Я являюсь Руководителем Фракции ЛДПР И не представляю Как руководитель Не руководитель А член фракции Единая Россия Может Мне поручать Делать что-то В рамках Так скажем Рабочего графика Конечно мы Контактируем Конечно есть Те задачи Которые стоят В целом Перед Заксобранием Там все выполняется А вот В рамках Видения Тех или иных вопросов Ничего не поменялось ЛДПР Как имела Свою четкую позицию И я в том числе Такие имеет Мы спорим Дискутируем Ну По Особенно комитетам Законодательного собрания Это видно Хотел бы Как там На место Хотели бы вы занять Место Владимира Быкова Место председателя Законодательного собрания Вы знаете Место Владимира Васильевича Быкова Я бы занять не хотел Что касается Работы председателем Законодательного собрания То Это решают Депутаты И Честно говоря Для этого Никаких предпосылок Я лично Сейчас Не вижу Чтобы Мне занять Место председателя Учитывая большинство В областном парламенте Членов Единой России Можно предположить Что голосовать В следующий раз Если будет такой же Расклад сил Они тоже будут За представителей Единой России Куда важнее Никто председатель Законодательного собрания Какие решения Законодательное собрание Принимает Вот если Законодательное собрание С любым председателем Может Себе позволить Не поддержать Повышение Пенсионного возраста Значит Председатель Работает хорошо На мой взгляд А если Любой Опять же Председатель Кто бы он ни был Иванов Петров Или Сидоров И вне зависимости От партийной окраски Не может Вот эту Историю Продавить Отстоять Как угодно То Не важно Кто председатель Какая персоналия Да Хорошо Я поступлю Просто У нас три минуты Остается Давайте Вот на выбор Две темы Общественная палата Вы были На первом заседании Да Поздравляю коллеги С тем Что они Приступили К работе На прошлой неделе Или День народного единства Который был у нас В минувшие выходные Я видела флаги ЛДПР Вот на этом митинге Который был у нас На театральной площади Так понимаю Что представители Вашей партии Там были Мы традиционно Участвуем Да Вы знаете День народного единства На самом деле Не в полной мере Отражает свою Суть Которая В названии Вот этот праздник Немножко надуманный Да Вот об этом Его уже вводили Вместо 7 ноября Который завтра Об этом и говорю Полноценного ощущения Что это праздник Причем всенародный Причем еще и Такой Может быть Государствообразующий Вот у меня Лично не складывается Здесь нужно Добавлять Во-первых Смысла А во-вторых Может быть И содержание Мы давно говорим О том Что единый день голосования Нужно переносить Давайте перенесем На 4 ноября Хорошая идея Давайте опять же Сделаем праздник На который Можно будет Приходить с детьми Ну У нас Опять же 7 ноября Или первомайские Демонстрации Все помнят Как раз По Присутствию Праздничного настроения Не так много Может быть Этого было В советских буднях Но вот Там праздник Так праздник Воздушные шарики Флажки И после этого Семейные застолья Обычно бывало так Или шашлыки В мае Да То есть Какого-то сплочения Нам не хватает Если мы уж хотим Народного единства Да Вот Этой народности И этого единства 4 ноября Надо добавлять Сейчас действительно Не хватает Слушайте идея С переносом выборов Это хорошо Это же выходной день Конечно Не обязательно Не важно На какой день Неделя Выпадает Все равно Будет выходной Люди придут И проголосуют Да Хорошая история Было еще Предложение Такое Все-таки Вот эти праздники Все наши Которые Должны Сплотить Нацию Каким-то образом Ну придать им Не знаю Социально важного Смысла Какого-то Да Ну то есть Люди идут Помогают На какой-то территории Прибираются Проводят Субботники Еще что-то Ну какая-то Общественно полезная Деятельность Как идея Вместо того Чтобы махать флагами Лично мне очень нравится В конце концов Кто-то может пойти Кровь сдавать Кто-то субботник Организовать Кто-то Я не знаю Волонтером Побыть в больнице Там Как угодно Можно себя проявить В конце концов Можно что-то полезное Сделать Организовать Какой-то вечер Кстати Вот у нас Практикуют Некоторые активные Жители Кирова Молодцы Для того чтобы Собрать средства Для допустим Там лечения Ребенка Можно провести мероприятие Гражданская ответственность Да безусловно Поддерживаю Анну Как инициатива Очень мне нравится Владимир Костин Вице-спикер Зак Собрания Был в нашей студии К сожалению Не успеваем Уже с остальными темами Но я думаю Что встретимся Еще в этой студии Не раз Надеюсь Благодарю нашего гостя За эфир Спасибо вам До свидания Доброго дня Особое мнение На 101FM